В городе Черчик, Паркенском и Юкоро-Черчикском районе Ташкентской области, состоялись сессии кингэша народных депутатов, посвященные обсуждению итогов работы, проведенной Республиканской рабочей группой по изучению социально-экономического состояния регионов. Какие проблемы сегодня волнует население и находят ли они свое решение, расскажет наш корреспондент. На сессии черчикского городского кингэша народных депутатов отмечалось, что Республиканской рабочей группой проведена работа по изучению и оказанию практического содействия жителям 44-х махалей. Осуществлен ряд мероприятий по устранению выявленных проблем. В первую очередь, внимание уделялось социально уязвимым слоям населения, в частности, граждане с ограниченными возможностями, обеспеченные необходимыми средствами передвижения, предоставленными хакимиатом. Кроме того, патронажные медсестры ежедневно обходят дома с целью изучения здоровья населения. В необходимых случаях им оказывают медицинскую помощь. В ходе сессии в Центре внимания были вопросы, связанные с улучшением инфраструктуры города и коммунального хозяйства, с которыми сталкивается население. Отмечалось, что усилиями Республиканской рабочей группы предприятиям СУОКОВА устранены неисправности, возникшие в 25 махалях. Также предприятиям САХЛИХТАМИНОТ отремонтирована отопительная система махалей в ТХОР. Восстановлена отопительная система рядом с общеобразовательной школой. Также проведена работа по устранению неполадок в отопительной системе многоэтажных жилых домов Махали-Адуалат и ряда социальных объектов. С привлечением соответствующих организаций проведена работа по сносу около 50 незаконных построек в охранной зоне каналов ЗАХ и БОСУ, протекающих через территорию Махали-Экбал и благоустройство санитарных зон каналов. Многие вопросы нашли решение на местах. Для устранения других проблем назначены ответственные лица и разработана соответствующая дорожная карта. В ходе сессии Югори-Черчикского района Вакенгеша народных депутатов отмечалось, что в 47 махалях района проживают свыше 130,5 тысяч человек. Изучение проведенной рабочей группы показало, что большинство проблем, волнующих население, связано с ремонтом и восстановлением дорог, обеспечением электроэнергии, социальной сферы и занятостью населения. Особенно устранение ощущается в четырех отдаленных махалях района. Две из них, Ахмада Ясави и Маркази, внести в программу «Благоустройное село». В рамках программы приняты меры по улучшению условий жизни 5677 жителей, 1357 домов. В 1018 домах предусмотрены строительные и ремонтные работы. На эти цели направлено 6,909,000,000 сумм. Однако работы начатые в прошлом году до сих пор не завершены. В махале Ахмада Ясави они выполнены на 89%, а в махале Маркази на 90%. В ходе анализа выявлены причины упущения и даны указания по их устранению. Участники сессии Паркенского района Вакенгеша народных депутатов в числе проблем, выявленных рабочей группой в ходе изучения, отдельно остановились на вопросе обеспечения электроэнергии. Подчеркивалось, что восьми сходах граждан в реконструкции и капитальном ремонте нуждаются свыше 25 километров воздушных сетей и 3,7 километра кабельных. Кроме того, требуется обновление и усиление мощности 13 трансформаторных пунктов. Также установлено, что в охранной зоне воздушных и кабельных сетей, проходящих через данную территорию, и трансформаторные пункты, имеются 125 зданий и сооружений. Работа по устранению всех выявленных недостатков активно велась в прошедшем году. На основе утвержденного плана была отремонтирована свыше 196 километров воздушных сетей и 40 трансформаторных пунктов. Таким образом, план полностью выполнен. В результате улучшилось электроснабжение потребителей 31-й махали Паркенского района Ташкентской области. В ходе сессии внимание акцентировалось на том, что все проблемы волнующего населения должны быть... téléüchtуют动.